ребята здравствуйте приветствую вас на канале опасов как всегда выходим самыми актуальными новостями самыми интересными гостями уже практически традиционно с нами евгений шевченко народный депутат украины евгений здравствуйте здравствуйте всем доброго дня утра вечера кто будет смотреть поэтому доброго времени суток доброго времени суток присоединяюсь ребята давайте так поскольку вам нравятся предыдущие выпуски по комментариям это видно видно это и по просмотрам поэтому я думаю вас не затруднит чтобы они стали еще более популярными нажать на кнопочку лайк в самом начале когда вы это смотрите для нас это очень важно чтобы youtube алгоритмы ютюба правильно развивались также напишите приветственный комментарий по этому поводу мы будем весьма благодарны это будет показано что в любом случае сюда пришли зачем-то ну уж сделайте это легкое телодвижение пальцем для вас китайцы сделали клавиатуру так о чем мы сегодня будем говорить мы поговорим естественно о политике соединенных штатов как она может измениться на что повлиять и что поломать если все будет двигаться так как она двигается потому что аналитики говорят о том что трамп связи с последними событиями безоговорочно лидирует так ли это на самом деле будем с евгением разбираться поговорим о байдене который который внезапно вот в новостях буквально вот-вот заявил о том что есть одна причина которая заставит его сняться с президентской гонки интересно зачем он это проговорил подготовка это или что интригу раскроем когда будем обсуждать также поговорим о некоторых блогерах о наших блогерах вы помните да мы обсуждали в предыдущих выпусках на нашем канале после попадания бахмадет много блогеров написали определенное количество публикаций эти публикации были очень похожи объективно друг на друга о том что нужно окончить войну и они были неоднозначно восприняты и частью общества и частью провластных спикеров их обвинили некоторых вызывали в сбу есть даже блогеры которые попали на сайт миротворец где уже была марьяна безуглая к этому времени тоже об этом пару слов скажем обязательно который кстати вышла из фракции слога народа а некоторым блогерам даже заблокировали страницу в инстаграме тут буквально недавно я прочитал интересно поговорим о налоге на сахар казалось бы очень простая история но с очень сложной внутряночкой евгений точно сможет рассказать ряд инсайдов по этому поводу вдруг у нас решили перевести часы еще еще решили перевести часы и как-то в нелогичную сторону вот тут я вообще ничего не понимаю попросим евгения разобраться а еще у нас доллар дорожает очень здорово дорожает доллар в общем ребята обо всем обиженно ротки оппозиции в украине будем начинать конечно мы с первой новости евгений после покушения на трампа которая состоялась на выходных во время митинга пенсильвании полностью перевернулась вся наверное это доска игра предвыборной кампании демократы объективно мы понимаем немножечко в этих всех технологиях они были в шоке потому что вся конструкция которую они строили на будущие гонку она оказалась поломанной появились новости о том как они дали распоряжение на какое-то время даже притормозить рекламные кампании не вкидывать никуда бюджеты потому что она уже не имеет смысла и нужно думать новую конфигурацию трамп стал официальным кандидатом через несколько буквально дней он появился с перемотанным ухом боевым вот и сказал кто будет вице-президентом джеймс девенс да 10 быть можно не стали французских less ну сокращенно красиво звучит просто斯 Summer Вэнс его называют. Почти Джо Досен. Почти Джо Досен, только Вэнс. Молодой политик, ему 39 лет. Всего на год старше меня уже сенатор и будет вице-президентом. Тут немножко моей личной зависти по этому поводу. У него есть ряд выражений по Украине, не самых, скажем так, лояльных к политическому курсу. Самое интересное, что он в свое время сравнивал в 16-м году даже Трампа с Гитлером. Называл даже его идиотом. Называл его идиотом, называл, ну как только не было. Некоторые республиканцы, опять-таки по новостям в западной прессе, были шокированы таким выбором, потому что вроде бы он никогда не был ярым сторонником, однако отмечают, что у них очень схожая позиция. Они его называют как-то так, там хитрые английские слова, которые нам ничего не скажут, но если перевести их, то получается центризм на интересах Соединенных Штатов, то есть концентрация интересов, и экономический популизм. Вот есть такое выражение. Какая будет политика у Соединенных Штатов с этими двумя главными людьми у руля, если Трамп все-таки победит? Василий, я хотел бы сразу бы акцентировать немножко свое личное внимание субъективное, то, что я подчеркнул, изучая биографию Джеймса Дивенса, кто он такой, что будет с нами, как он себя будет вести, и сделал свои некоторые такие умозаключения. Ну, во-первых, точно могу сказать, что если провести такие параллели, они, может быть, не совсем корректные, но все равно. Этот парень, он из восточной части, северо-восточной Соединенных Штатов, так называемый ржавый поезд, там, где была сосредоточена металлургия, угольная промышленность, горно-обогатительный комплекс. Ну, можно сказать так, это такой наш донецкий парень, только в Соединенных Штатах. Я имею в виду, что он вырос в тяжелых условиях жизненных, привык трудиться с детства, семья у них была бедная, он вырос без отца. У него была мать наркозависимая, если не ошибаюсь, так пишут в биографии. То есть такая неблагоприятная атмосфера. Он стал знаменитый, потому что написал автобиографический фильм, который даже Netflix экранизировал. Но он не такой был популярный, как сама книга. Он вошел во все топы, был даже там комментатором на CNN. Вот тогда, кстати, он и начал критиковать Трампа. Но когда он познакомился с Трампом, он потом сам признал, что он был неправ в отношении к нему, потому что у них оказались очень схожие взгляды. Поэтому я уже понимаю прекрасно, что человек, который начал жизнь и понимает, что такое реальный сектор экономики, причем он сам стал заниматься венчурными инвестициями. То есть он понял, что больших денег рабочим, тяжелый физический труд не заработаешь. И поэтому он успешным инвестором и выложил во многие компании, в том числе даже по-моему, фейсбук вкладывал, стал долларовым миллионером очень быстро. И уже потом, то есть, республиканцев, в 23-м году, не так давно, он стал сенатором, победил какого-то там, демократа, я уже не помню, кого-то. Это неважно. Выражения у него, конечно, прямолинейные, скажем так, он человек открытый, свои позиции вызывает, высказывает достаточно аргументированно, но я здесь вот не соглашусь с тем мнением, которое уже здесь развивает в Украине и в парламенте, я не вижу настроения у него негативного какого-то против Украины. Это не так. Я не так воспринимаю. Я воспринимаю однозначно как негодование в действиях нынешней власти. Поэтому уверен, что мы, я имею в виду, мы какая-то часть политика, в том числе я, мы найдем общий язык и с Джеймсом Вэнсом, и с Дональдом Трампом, вопреки всем там дипломатическим ляпам, которые были от нынешней действующей власти. Убежден в том, что победа Трампа 5 ноября этого года на выборах, это будет такая Кащеева игла в яйце, знаете, для нынешней власти. Уверен, что Зеленский будет вынужден уйти в отставку после прихода Трампа. Я об этом уже не раз заявлял, и сейчас это понимаю. И при том, это не я сказал, это говорят республиканцы, близкое окружение Трампа. Причем говорят, они на встречах с нашими и политиками, и бизнесменами о том, что есть антагонизм личного характера. Поэтому здесь не нужно переводить личные неприязнь, личные ляпы дипломатические, какие-то необдуманные заявления, поступки на целую страну, что вот эти люди против Украины. Я в это абсолютно не верю и уверен, что Украину они будут поддерживать. Да, скорее всего, они будут поддерживать Украину не с точки зрения доведения до победы военным способом, они будут принуждать нас сесть за стол переговоров, но я уверен, что они не позволят капитуляции Украины. И вопрос опять-таки о том, кто на то время будет в переговорной группе, кто будет возглавлять, будет ли тогда Железенский президентом, или он идет в отставку. То есть, это все мы еще посмотрим, как будет впереди. Но то, что это будет кардинальный разворот на 180 градусов, это однозначно. И Трамп, вот когда он с этим ухом я увидел заклеенным, помните фильм «Слово пацана»? Этот парень был, которого там подвели. Даже сейчас Тик-Токи за тренды там. Теперь ты с нами, теперь ты пацана вокруг все враги. такая юмор такая. вот сравнили в Тик-Токи молодцы, люди тут же ищут во всем юмор. Вот видите, я даже сегодня, кстати, одел галстук, ему 12 лет, он мне пролежал, я когда-то баллотировался в парламент, в нем в 12-м году еще, вот с тех пор его не одевал. Я его одел, скажем так, в поддержку Трампа. I'm Trumpist. То есть, я стал трампистом, особенно после этих событий, которые были, когда человека чуть не убили. Я вообще против насилия любого, и когда закрывают рот, не дают сказать свое мнение, высказать. Я с этим сталкиваюсь практически на протяжении всей своей политической карьеры и деятельности. Поэтому я жду от прихода Трампа восстановление прежде всего политического процесса. Потому что одно мнение, а когда оно еще достаточно ошибочное, ошибок я видел не раз и достаточно много заявлений. Я не буду сейчас повторять, чтобы мне там не говорили, что я кого-то там хочу принизить или там дискредитировать. Люди сами знают, о чем я говорю прекрасно. Так вот, когда ошибки все у одного человека, то это очень плохо. Потому что страдает вся страна. Должно быть, как у нас написано в Конституции, плурализм мнений. У нас не должно быть одного единого мнения. Поэтому я за восстановление конституционных прав, свобод и политического процесса. И того, именно этого я жду от Трампа, Жду от Джеймса Венса, человек, который прежде всего мне понравилось сказал по поводу нарушения религиозных прав в том, что было в нашем парламенте в первом чтении, был принят законопроект, который прямо, в принципе, никто не скрывает, направлен на то, чтобы украинскую право, православную церковь запретить. Притом, при всем Конституции Украины Василий вот перечень оснований, по которым можно запретить законом деятельность религиозной организации, он исчерпывающий. Там нарушение прав и свобод других граждан, достоинства и так дальше. А в законе написано четко, притом ссылаются они на девятую статью Конвенции о защите прав прав и свобод технические неполадки. все отлично. Основывается на девятую статью Конвенции о защите прав и свобод и при этом пишут, что для обеспечения с точки зрения национальной безопасности в Конституции такого основания не существует. То есть уже изначально можно сказать, что этот закон в этой части противоречит Конституции. Можно написать что угодно, выдумать, вот они национально безопасность, церковь, как она может влиять на это? Да, есть отдельные личности, которые там, грубо говоря, за Россию, но есть же криминальный кодекс, есть все главное, проведение. В чем проблема? Я против того, чтобы назначать, я два слова говорю и закончим с этим. Я против того, чтобы назначать коллективную ответственность на кого-то. А здесь просто наши хотят вынести коллективную ответственность. Это не допустит никто в мире и в первую очередь люди, которые уважают свободу и права в Соединенных Штатах Америки. У меня вот просто всегда возникает вопрос там, я не самый религиозный человек и для меня этот процесс немножечко со стороны его наблюдает, взвешено, не влазит в него, потому что мало понимаю. Но вот мне интересно, а что с Соединенным Штатом реально есть дело до того, какие религии в Украине, какие церкви, кто кого запрещает? Вот они прям сидят и переживают в США? А я объясню, почему. Да, переживают. Потому что, когда речь идет о выделении десятков миллиардов долларов помощи Украины и обосновывают тем, что Украина в данный момент борется с российской агрессией и ценностей, которые перечисляются, ради того, чтобы быть независимым, свободным, демократическим, правовым государством. То есть, это четко законопроекта, который проходит в Конгрессе, а не это написано. И выходит сенатор и говорит, хорошо, мы даем им деньги Украине, нам в смысле, а у них на наших глазах сегодня, даже я могу дословно его цитировать, я специально сохранил, перевел, у меня есть перевод, где он говорит, в сегодняшний день в парламенте Украины принимается закон, мы тут голосуем, чтобы выделить деньги ради прав и свободы, а они нарушают права и свободы, религиозные, которые нарушают все конвенции, которые только существуют в мире. И в Соединенных Штатах четко за этим следят. Поэтому именно это им не нравится. Вот республиканцам именно это не нравится. И даже когда Петр Алексеевич собрался на съезд в парке республиканцев поехать, он якобы там получил приглашение, я вам хочу сказать, что много депутатов получило приглашение и даже кроме Порошенко, просто некоторые даже и не попытались выехать, понимая, что никто не выпустит на такой съезд. Но это же, вы понимаете, какая будет конкуренция и там ревность включится и так далее, что-то подобное. Поэтому Петр Алексеевич сделал очень огромную, большую ошибку. Никогда больше Трамп ему помогать не будет. Потому что он не будет помогать людям, которые нарушают права и свободы, прям так брутально. Ну, он же это делает, почему? Политические баллы хочет заработать на своем электоральном поле. Все прекрасно понимают, о чем идет речь. Кстати, если же об этом стали говорить, я вам открою инсайт для наших зрителей, очень интересный. У нас в парламенте фракция европейская солидарность очень сильно начала давить на правовластную фракцию, прежде всего над Давида Архамия, о том, чтобы давайте выносить закон во втором чтении и будем голосовать. А Давид Архамия говорит, что смысл выносить и голосов нет в парламенте. Ну, нет, просто. И, в общем, заключили некое пари, при котором европейская солидарность клялась, что она соберет 240 подписей за запрет УПЦ и руководство парламента дало им обещание, что если они соберут такие подписи, такое количество, то закон будет во втором чтении вынесен в зал на рассмотрение. Вот на сегодняшний день, Василий, со всеми там, как только ЕС не крутило, как они только там кому не подкатывали. 211 голосов подписано. Это все. Это потолочный предел. Больше они не соберут. Больше того, мне стало известно не Давида Архамия, а других депутатов. По секрету мне сказали, что там Порошенковцы прям штурмуют Давида Архамия. Говорит, просят его помочь включиться в процесс, чтобы слуги его фракции дали еще там несколько голосов, чтобы хотя бы... Архамия должен включиться? Да. Так вот, Давид Архамия им заявил, если я буду включаться, то у вас будет не плюс голоса к 211, а где-то минус 35 еще будет. Люди отзовут свои подписи, поэтому давайте, ну, не давите там своим прямо таким бульдозером, знаете, политическим, там, кого-то переведите, чтобы себе получить баллы. Нет людей в зале, которые готовы за это голосовать. Многие люди, даже которые в первом чтении голосовали, так, знаете, потом начинают задуматься, а зачем, ради чего? Все-таки жизнь впереди, есть какая-то совесть перед Господом, перед людьми, да и вообще это раскол общества на самом деле. Вот, а другая группа народных депутатов начала собирать подписи, у нас давно уже лежит законопроект, а запрещение использования в пищевых продуктах так званого пальмового масла, любимый продукт Петра Алексеевича Порошенко. раз уже зашли в эту тему, давайте на ней останемся, потом вернемся дальше в США. Ну, хорошо, в общем, на сегодняшний, на сегодняшний день 224 подписи уже собрано за законопроект о запрещении использования пальмового масла. Петр Алексеевич знает, что делать, куда ему бежать, потому что он своей продукцией много, все это понимают, использует. Столько шоколада невозможно сделать, столько нет масла какао. Ну, это, грубо говоря, фальсификат. Знаете, технические слои подделали, ну, я, в общем-то, в принципе, против того, чтобы делать продукты некачественное питание. тем более, такой шоколад, это, ну, не каждодневный продукт, он не нужен там, не жизненно необходимый. да, согласен, он не входит в корзину там жизнеобеспечения человека, рубля шоколада. Шоколад, это такое же так, лакомство, скажем так. Я же не говорю, даже шоколад черный, который полезен, там, его нужно для, там, калия много, для сердца, для работы мозга. Тут шоколад, который делает, одна небезывестная компания, они будут называть, чтобы нас не обвинили, да, там, в антирекламе. Почему нет? Он, не, ну, есть такие правила, ютубе, не будем нарушать, люди поймут и догадаются, о каком бренде я говорю. Так вот, этот шоколад категорически, особенно детям давать, потому что там наличие пальмового масла, ну, просто, это не шоколад, с точки зрения шоколада. Шоколад, это что такое? Это смесь пальмового масла и порошка какао. Ну, грубо говоря, какао-бобы взяли, масло выдавили, порошок размололи, а потом обратно совместили и сварили. Сахар, это вопрос второй, это вопрос вкуса, там, добавки, все. Вот основа шоколада, кстати, его в Франции изобрели, есть же патент во Франции, который говорит, что такое, что можно шоколадом в принципе называть. Да, да, такое, с добавлением шоколада, но не шоколад. как коньяк. импортный шоколад идет не с пальмовым маслом? Знаете, я вам скажу так, я не видел на полках магазина в Украине импортного шоколада с пальмовым маслом. Вообще, я люблю, честно скажу и советую всем, не подумайте, что это реклама, а чисто просто, чтобы вы нашли шоколад, это свиточ львовский. Я считаю, это один из лучших шоколадов вообще в Европе. Свиточ. Львовский шоколад, лецитин соевый, то это добавляется во всех шоколадах, он связан с консервантами и пластичностью. Соевый лецитин это натуральный продукт, он не является как-то канцерогенным каким-то. Это из сои там вышимки делают, ну в общем, давайте не будем, отойдем от технологий всех этих, вернемся к законопроекту. и такая цикавая украинская политическая ситуация у нас появилась. С одной стороны в боку Петр Рисович штурму и ВПЦ, а с другой стороны хлопцы, какие за ВПЦ забрали подписи, чтобы пальмовое масло забронить ему в первую очередь. А что? Значит, церковь, как он говорит, отравляет, да, общество наше? А шоколад с пальмой маслом не отравляет, или что? Слушайте, а на экспорт эта замечательная фабрика поставляет тоже с пальмовым маслом? А я не знаю, а есть ли они на Штатах или где-то видели там шоколад Рошин? Я не знаю. Надо посмотреть в Европе, в США, где-нибудь, вот куда он поставляет официально, надо посмотреть, какие там, потому что если, грубо говоря, в продукции этой небезызвестной шоколадной фабрики в Европе и в США другой состав, то тут уже зрада. Это зрада, да. Кстати, я точно помню, когда еще до войны я часто ездил в Беларусь, вся Беларусь была завалена продукцией вот этой небезызвестной компании. На всех заправочных станциях, супермарк, я специально там фотографировал, снимал, потому что он же кричит одно, там, Беларусь враги, а особую продукцию туда поставлял там вагонами просто. Ну, она там конкурировала как бы на собственном рынке, на их. Ну, вот такая вот интересная ситуация. Чем она закончится, посмотрим. Ну, я думаю, что закон про запрет ОПЦ, он не будет принят в ближайшее время так точно. потому что мы уже знаем, что пошел процесс внесения в санкционный список очень активных политиков в Украине. В том числе там будет один топовый, я пока не буду говорить, но один топовый политик, для которого будет просто попадание в санкции и просто жар будет. Топовый политик, который на что-то в будущем претендует? Он сейчас является топовым и влиятельным. Ну, я бы сказал там по влиянию... Насколько влиятельный? Ну, четвертый человек в государстве по влиянию. Глава Верховной Рады? Я вам такого не говорил. Хорошо. Посмотрим. Слушайте, давайте вернемся в США немножечко и в покушение Трампа. Какой вопрос интересует лично, например, меня? У Трампа достаточно резкие высказывания и свое очень такое определенное видение решения разных вопросов. Иногда нестандартное. Это пугает и европейских политиков, и украинских политиков. И это может быть очень нравится избирателю Трампа, который за такой подход. После покушения, а покушение это было весьма вероятное, что оно могло закончиться удачно для тех, кто стрелял, потому что сейчас уже появились траектории пулей и просто какое-то чудо спасло, грубо говоря, чтобы пуля не попала в голову Трампу. Это накладывает психологическое какое-то все равно влияние свое на самого кандидата. Как вы считаете, не станет ли он чрезмерно радикальным? Ну, просто, когда он придет к власти, он из-за покушения, из-за все начнет мстить и непонятно кому. Возможно ли так? Теоретически все возможно. Теоретически возможно. Я вам хочу сказать, что мне некоторые политтехнологи говорят не с одного источника о том, что Трамп якобы чуть ли не заговоренный и богом помазан. Потому что то, что случилось, объяснить какими-то логическими вещами невозможно. То есть это только наваждение какой-то силы высшей, которая спасла его. Пуля излетела в голову. Это просто он повернул лицо в эту секунду. Это просто только бог может такое отвести. Я как раз верю в это. Знаете, когда человек идет, кирпич падает, она передним раз и все. И человек дальше пошел. Поэтому думаю, что на людей религиозных или которые верят в Соединенных Штатах какие-то третьи высшие силы это сильно повлияло. И наверное это дает уверенность этим людям, что он действительно избранный как бы господом для того, чтобы что-то в мире изменить, наладить мир. Все же Васильевне, давайте так, боятся-то все, только ядерной войны боятся больше, чем Трампа. Он себе позиционирует как миротворец, человек, который ситуацию в мире не нейтрализует, что не будет третьей мировой войны, если будет он. У нас на эту войну в Украине. Способы, конечно, можно обсуждать, о чем он говорит. Жесткие там. Понятно, что противники его, нынешняя власть наша, они будут заявлять о том, что вот он взрадный, он пророссийский и все. А что мы можем сделать? Подождите, мы что, будем голосовать в Соединенных Штатах? Мы не можем влиять на выборы в Соединенных Штатах? Мы с вами, Василий, смотрим с точки зрения аналитики, наблюдаем и даем субъективной сооценки, но мы никак не можем повлиять на выборы в Соединенных Штатах. И наша власть точно это не может повлиять. Никто. Как бы это кому не хотелось. Видите, одни захотели его убрать, и то не получилось. Поэтому здесь нужно просто, знаете, как расслабиться, согласиться с реалиями и просто под них подстраиваться. По-другому никак. Я думаю, что скоро в парламенте объявится группа протрампистская в парламенте. Четко будет, которая будет выступать за ее поддержку. Анонс сделаете? Можно так и анонс, даже можете воспринимать этот анонс. Уверен, что будет протрампистская группа депутатов. И притом она будет межфракционная, со всех фракций могут войти. А возглавит эту группу импозантные мужчины в красном галстуке? Это уже как депутаты решат. кто возглавит. Или сам Трамп, на кого он обратит внимание. Это же вопрос к нему, кого он обратит внимание. Но я вам хочу сказать инсайт. Честно скажу нашим зрителям. Каждый депутат Верховной Рады, кроме меня и моих близких депутатов, после покушения, после того, как они поняли, что Трамп все-таки это неизбежный приход, думает, как же поехать, как же познакомиться, как же получить индульенцию, зонтик от Трампа, что же как бы в политике остаться. А многие думают, куда же убегать будут. Потому что понимают, что Трамп придет, порядок наведет. Понимаете? Я почему сказал кроме себя? Потому что если вы даже мой телеграм-канал пролистаете, вы еще год назад два, мои заявления старые, вы найдете о том, что я убеждал. Даже с нашим общим другом Михаилом я спорил, что будет Трамп, а он доказывал, что нет-нет, Байден только он и все. А сейчас даже он поверил в Трамп. Не поверил? Как не поверил? Буквально вот несколько дней назад мы с Мишей Чеплэгой записывали видео, где он мне четко проговорил, что я, говорит, если раньше я на них там еще ставил 100 долларов, то сейчас, говорит, 90 оттуда забрал. Он не верит. Ну, это такое дело. А в Байдена верит? Он-то так в Байдена просто верил. Вот он в Байдена верит сейчас? Вопрос же в этом. А не в том, верит ли у Трампа или нет. Ну, а Байден... Давайте вот об этом несколько слов. Кстати, вы очень интересно сказали, то есть много же слухов было перед покушением и весьма таких серьезных инсайдов каких-то, что демократы готовы поменять Байдена. Мы видели призывы, призывы демократических СМИ коллективов, чтобы Байден снял свою кандидатуру. То есть такого не было вообще от слова никогда. После покушения вроде бы как кандидатура Байдена была застолблена, потому что на его место теперь пойти в сторону, грубо говоря, очень сомнительно выигрышного кейса не хочет ни один политик, потому что он просто обнулит свою карьеру. Ну, или там, скажем, очень сильно опустит свой личный рейтинг. И вот Байден дал интервью. И у него журналисты спросили, что его может вынудить сняться с президентской гонки. И тут он сказал, ну, для меня, например, это было забавно и неожиданно, что он может снять свою кандидатуру в случае, если его врач скажет, что у него есть болезнь, которая не позволит ему принимать. И я на секунду, знаете, ну, так, значит, ну, первое впечатление, значит, врач ему не сказал, то есть, как нам объясняет это Байден. А с другой стороны, а не подготовка ли это к тому, что где-нибудь в следующем месяце окажется, что у Байдена там большая ангина, например. И он решит сняться. Помните, мы с вами разговаривали про то, как маленькие люди в совокупности, которые в одно время, в одну эпоху занимаются одним этим делом, одним и тем же делом, именно совокупность этих маленьких миллионов факторов ведут исторический курс. именно они направляют, а не воля какого-то одного императора или верховного главнокомандующего. Помните, я рассказал про Кутузова, как он простыл, да, и сапоги там вовремя не подали, поэтому битва под Аустерлицем была проиграна. Так вот, мы приходим к вам к выводу такому же, да, что доля сейчас мира, судьба, зависит от личного врача Байдена, что он ему скажет, какой у него диагноз. Но, не знаю, я не буду здесь гадать, что он скажет, уйдет ли Байден, сам тоже не хочу предсказывать. Я скажу вам так, я проследил, просто у нас эта информация почему-то в украинских СМИ пролетела, я смотрел на, ну, вы знаете, да, я словацкие СМИ смотрю, венгерские. Так вот, по-моему, 9, 9 июля была информация, что врачи заявили, что у Трампа нет Альцгеймера и Панкерсона. У Байдена? Ой, извините, у Байдена. Нет. Нет. Эта информация была, ну, там сколько пошло, неделя. Видите? Может, он просто это сказал исходя из информации, которая уже у него есть? То есть, врачи сказали, у него есть, а у нас, тогда не было покушения. А, подожди, надо посчитать, а когда было покушение? Неделя? Я знаю заявление, о котором вы говорите, оно было сделано до покушения. До покушения, да, ну, может быть. Ну, что нам гадать? Если, если Байден снимется с гонки и будет неважно, кто там, Камала Харрис, вице-президент действующий, может быть, да, там, или там опять пойдет или Ньюсом, ну, неважно, кто пойдет, они проиграют с большим отрывом Трампа, чем Байден. Вот я в этом убежден. Я еще раз повторю логику мою. Соединенные Штаты очень огромная страна, 350 миллионов почти населения, очень много мигрантов, очень много людей, которые не знают английского языка. Более того, есть социология, которая говорит о том, что 8% населения Соединенных Штатов не знает, кто у них президент. А кто такая, Камала Харрис или Ньюс, там этот, не знаю, знаете, сколько процентов жителей Соединенных Штатов. Поэтому это не Украина. Это в Украине можно завтра сняться, допустим, там, Зеленский снялся, а поставили Миху Чаплыгу и уже на следующий день все знают, что Миха Чаплыга со Зеленского. Это только в Украине так работает, в Соединенных Штатах так не сработает. И они прекрасно это понимают. Поэтому они так и колеблятся, они не знают, что делать. Они попали в ту цванг. Каждый шаг демократа будет еще усугублять. Они должны смириться. Их выход смириться с тем и уйти в оппозицию и ждать еще раз 4 года. А вот это беспредельное не сдамся никогда, мы не злам, не вышел, бутрам же все угробят. Что он угробит? Ну, будете в оппозиции, будете не править, а будете подчиняться. Такие правила демократии. Сегодня правишь ты, завтра другой. Не справился, чемодан в руки, ушел, другой пришел. Да, они же придумали демократию. Они же ее придумали, не мы же с вами. Пусть по правилам этим и живут. Потому что правила демократии это правила. Я за них не переживаю. А вот у нас оно как-то не так работает обычно. У нас вообще все не так работает, Василий. Но у нас есть большие надежды на то, что Трамп придет и начнется процесс политический и мы найдем все-таки выход. Мне, кстати, недавно обвинили, ты что пацифистом стал. Я говорю, а вы что, пропагандируйте войну, которая конституция запрещена. Кстати, Василий, чтобы вы знали, в конституции, у нас, кстати, гроза начинается слышно вам, слава богу, жараха сейчас немножко спадет. Так вот, в конституции у нас есть норма, которая запрещает деятельность либо призывы военной пропаганде как политических партий, так и общественных организаций. Поэтому все те, кто общественный деятель, которые там кричат, что только война и больше никак, они подпадают под запрет, прямой запрет нашей конституции Украины, не Российской Федерации. Они же просто не читали конституцию, они же ее не знают. Поэтому всякие обвинения в пацифизме, у нас пацифистская конституция, она говорит о том, что мы обязаны защищать себя, оборонять, это никто не запрещает, но пропаганда войны нашей конституции запрещается. Чтобы мы просто знали. Мало кто знали. Про пацифистские истории давайте там очень коротко пройдем по блогерам, и дальше мне больше интересует, конечно, судьба Марьяны Безуглой, как бы это ни звучало. Как же интересно без Марьяны Безуглой. Без Марьяны Безуглой сейчас и кушать не садимся, что называется. Блогеры вот эти вот, которые попали под инструкцию части политического руководства или там не руководства, скажем так, а политических деятелей, их всех поместили на сайт Миротворец. Блогеры, я вот прочитал, есть такая блогерка, я не слежу за ними, если что, извините, если я скажу неправильно, там Верба, Верба, кажется, у нее страница называется, ее вообще заблокировали в Инстаграме. Вот. Не знаю, поэт или причине, наверное, поэты. Мне интересно, а что за попытка, ну вот, это попытка притеснить блогеров? Мне кажется, что с блогерами-миллионниками намного интереснее договариваться. Ну, они же договорились с такими блогерами, как Стерненко, сделали из них, видите, а с этими не хотят. Вопрос же в том, что эти блогеры не совпадают с политической повесткой, которая нужна. Поэтому они в опале, поэтому они попали на Миротворец с ужасными обвинениями. Я когда почитал, в чем их обвиняют, вы не читали на Миротворец, что они там, ну там были скрины, публикации там в СМИ разные. Я не читаю советские газеты натощек. Ну, вы, конечно, Василий правы, это вот как раз очень близко к тем газетам, хотя все-таки нет. Все-таки в Советском Союзе все равно доля правды, по крайней мере, простым людям была. Не надо так вот совсем наше прошлое там осквернять. Это не я, это в собачьем сердце. В собачьем сердце, но это период каких газет, какой период шел. Речь шла там о 20-х годах, когда большевики... А у нас сейчас какой период? Ну, то же самое. Ну, если мы говорим про большевизм, то слуги народа это повторение большевиков по тем законодательным актам, которые они принимают. Вот даже установили на пожизненное зимнее время вчера. Еще поговорим. Вот вот давайте поговорим про зимнее время. В общем, про Волошина, про Умку, про всех этих ребят, которых, во-первых, непропорционально абсолютно обвинение, голословные. Миротворец вообще как государство должно закрыть, как структура, разрушающая государственные органы структуры. Очень давно об этом говорят и никто не закрывает. Я закрою, как только приду, поверьте, вот я обещаю, первое обещание, миротворец будет закрыт полностью. И его владелец Антон Гераченко тоже понесет ответственность за это, что он творит. А вот что это Антон Гераченко, пусть он не рассказывает, что он его продал. Чтобы вы знали, кто-то всем занимается. Вот это вот недоразумение тарелки облизывающие. Ну ладно, я просто его очень не люблю и там есть к нему очень много претензий. Которые до сих пор, да, и до его шефа есть очень много, которые тоже придется еще отвечать много за что. И за воровство, и как они миллиардерами все стали, и за... Очень много есть претензий к этому. В общем, не про них сейчас. Так вот, государство должно защищать, потому что там очень много государственных деятелей на этом сайте. И я вам напомню, что когда-то на этом сайте миротворец очутилась неожиданно Елена Зеленская, жена действующего президента Зеленского. Вы помните? Был скандал. Не помню, когда же были. Потом ее убрали оттуда. Ну, потому что все знают, кто. Ее же убрали, то есть поставили, внесли, а потом вынесли. Ну, я тогда понял, кто это. Тоша, харьковский, толстенький парень. Вот. Который говорит, что это не он. Ну, морозится. Хочется, что такое сказать, но не могу. Вот в частном бы сказал бы. Ну, ладно. Я ему еще за армянские бригады Запорожье вспомню. Вот. Кстати, из-за которых Аваков был уволен. Он же подделал протокол после заседания с НБОй, подсунул Зеленскому, тогда был министром, то не делал, подсунул без своих родственников армянских криминальных авторитетов санкционный список. Неград, тогда санкции выводили нормально, ну, негражданам Украины. У нас была армянская мафия, такая, она сейчас в принципе есть. И там были его вот близкие товарищи, которые на СНБО проголосовали санкции внести, а потом на указ президента и пару фамилий не оказалось. Вот именно за это Аваков был уволен, чтобы знали. Я вам открываю инсайды там, я же не боевал. Помните, в трибуны кричал, что Аваково нужно отправить в отставку. Я же первый вышел. Мне все сказали, как ты не боишься, что с тобой будет, и что? Аваково, он что там? А кто же, если не ООН? Это что? Если бы не будет Аваково, это страна рухнет. Вот так все думали. Мне все в парламенте депутаты как будто от примороженной ходили. Извините за выражение такое. Вы же только вахту же будет не Аваково. Я говорю, слушайте, Аваково не буду через три дня вы его забудете. Свято место пустыни врачи, не там министр. Кто сейчас помнит Аваково? А ну давайте. Уже забыли, что он был такой. Вот и все. Знаете, всегда все проблемы от того, что в голове есть какие-то ограничения люди, которые сами себя ставят. Так вот, вернемся к нашим блогерам. Я считаю, что непропорциональные все эти действия это, во-первых, не борьба с мнением, вернее, борьба с мнением, но не способ, не то, что законный. Он, во-первых, незаконный, неконституционный, антиморальный. Я его назову так. Это стравливание одних общественных групп с другими. Понимаете, вот не нравится мне, что они сказали. У меня есть другая группа общественная, которая имеет противоположное мнение, условная партия войны. И здесь берут, наклеивают ярлыки. Так, они работают на РФ, они пособники, агрессия все равно. А где доказательства? Ну, с чего вы взяли? А что, человек не может личного мнения иметь? Если его мнение отличается от вашего, то он уже получается на стороне агрессора. Понимаете, почему? И это называется травлей. Травля между общественными группами. То есть, одну группу натравлют на другую, рефлексует. Но социология показывает 44% поддержки именно этих блогеров. И эта поддержка будет расти, потому что там идет... Евгения, а эта травля, она же деструктивна, правильно? Конечно, деструктивна. И она уже ничего не повлияет. Поезд с такими огромными рельсами, с такими монолитными, на которые стала наша нынешняя власть, вот на эти рельсы, а впереди в этих рельсах их ждет Дональд Трамп, он уже никуда не сойдет, чтобы они сделали. Все. Поезд идет прямо в объятия Трампа. Все, вот что я хочу сказать. И придется играть по сценарию абсолютно новому. Придет, как говорят, новая скрипка, будет другая музыка. Мне всегда интересно было. Вопрос, готовы мы встречи с странами? Я готовлюсь, готовый, я имею в виду, не я, как себе мою задницу депутатскую сберечь, нет. Я думаю о том, как выстроить отношения, чтобы сберечь страну, сохранить Украину, вернуть территории оккупированной, хотя бы часть. Хотя тот же мой друг Миха сказал, нет, катарсис никогда в жизни, это бесполезно, это чушь, верить в них. А я не просто верю, я знаю как, какой способ, те аргументы. И больше того, посмотрите, это случится. Они еще набернут нашу территорию. Вопрос политических уступок, взаимных. Я за мир, но я не за капитуляцию. И те условия, которые Путин выдвигает, я вообще во внимание не беру даже. Есть другие реалии, есть другие настроения, есть цивилизация, мир. Я думаю, что мы с Трампом тоже где-то в одном направлении смотрим, просто Трамп из-за этих выборов что же он будет делать. Но то, что он не бросит Украину в объятия России, я больше чем убежден. Ну, не верю я в это, понимаете, не верю. Он просто, я просто понимаю политтехнологии, что можно говорить до выбора, что нельзя говорить, потом все увидим. Потом это все придет. И что у нас еще по поводу блогеров про Марьяну, безуклу, которая с ними попала туда же. Ну, она и встречала собственно уже на миротворце. Посмотрите, ну, честное слово, во-первых, испортили такой хороший список. Там нормальных людей столько было. Убирали, испортили одну Марьяну теперь. Теперь нужно подавать петицию, чтобы оттуда выходила либо Марьяна, либо всех нормальных оттуда убирали. Ну, я просто шучу, потому что там много моих, да и я там тоже, ваша персона сижу там. вы тоже там? Да, я там, да, с 20-го года. Притом, знаете, за что? За то, что выступил на российском телевидении с осуждением оккупации Крыма. Я сказал, что Россия допустила стратегическую ошибку, забрав у нас Крым. Вот, некоторым это не понравилось. Просто то, что я выступил, ну, по этому, по удалению, онлайне. Они меня включили на ОРТ. За это попал на миротворец. Хотя я там отстаивал абсолютно опрокаринскую позицию. Но им же все равно. Они же, знаете, есть такая, вот, у людей низкого сословия, есть такое слово контактный. В криминальных руках людей такого совсем низкого уровня есть такое слово контактный. И они живут этими помыслами. Вот, я могу сказать, что Европейский Союз тоже опускается уже до этого уровня. Вернее, Европейский парламент вынес резолюцию по поводу Орбана, осуждающую его поездку в Россию и Китай. Ну, типа, он с ними поздоровался руку всего за контактный. Но это так они можно воспринимать. А то, что он, по сути, хочет решить вопросы, чтобы не было третьей мировой, гуманитарной большей, ароматной. Он же не против, чтобы у него в Европе что-то было плохо. Все же мы хотим мира и добра своим гражданам. Мы же не хотим здесь войны. Правильно? Но цель, политика основная какая? Не допущение войны и улучшение жизни людей. Это же основная цель. Они на это не обращают внимания. Просто они считают, что вот с тем можно, а с тем нельзя. И вот кто скажет, можно или не можно, тогда... А то, что Орбан после этого станет главным лидером в Европейском Союзе после прихода Трампа они не думают головой. Понимаете? А я уверен, что к нему потянется потом очень много политиков топовых. Как только Трамп станет президентом, а он что говорил? Мы же слышали в прошлый раз. Хотите решить вопрос по Европе, говорите с моими парнями. А у него парни кто? В Европе. Орбан и Фитс. Что? Вы этого не знаете? Или наши дипломаты, чиньи, не до дипломата не знают этого? Но им же как бы все равно, они считают, что они фартовые, что им все прокатывало 5 лет и снова прокат. Не прокат. Рельсы уже все, вон прям туда, забетонированы, уже все. Никакамала Харис не спасет, ничего, даже пули не спасет уже. Понимаете? Поэтому расслабьтесь, парни, и готовьтесь. Готовьтесь к конструктиву, к изменению практического курса, готовьтесь к изменению взглядов, под другим углом поставить на проблематику, другие способы померки. Вы ошибаетесь, вы не правы. И люди, уверен в этом ассерии, через время дадут оценку тому, что все происходило. Во все эти годы наши. Я имею ввиду, начиная там с 13-го года, не вчера. Я там, за последние 10 лет. Когда можно... Евгений, я вот слушаю, да, уже не первый вопрос, и все у вас сводится к тому, что есть время до прихода Трампа, и время после прихода Трампа. И все должно измениться. Вы вообще не допускаете, что он может не стать президентом? Допускаю. Я вам тогда скажу, тогда это будет полный катарсис. Вот тогда я буду подписан полностью на все слова подпишусь моего друга Михаила Чаплыги. Катарсис и катастрофа и так далее, потому что если Трамп не выиграет по каким-то причинам, а они будут абсолютно необъективные, это будет какая-то... Почему вы так считаете? Почему считаю? Да потому что есть логика, есть социология, есть факты, есть тренды, и они достаточно... Социология это наука точно, они подтверждаются. И что-то сбить закономерность какую-то, нужен какой-то вот взрыв. Вот день стрельбы и непопадания в Трампа это день, который... Начало изменения в политическом смысле истории мира. Это день, который все перевернулся с ног на голову на самом деле. Мы еще эти события потом будем оценивать, пока мы еще не оценили до сих пор, как это важно. Поэтому да, я делю мир наш до прихода, как мы все делим до нападения Путина на Украину и после нападения, мы же все это делим. Но мир другим уже не будет, нужно просто прикосабливаться к нему. И для себя, я имею в виду, для нас, для государства, для людей, для общества, для нашего народа искать лучшие варианты, лучшие и выходить с минимальными болезненными потерями из этой ситуации. Поэтому я верю в компромисс обоюдный, но компромисс только с одной стороны, но я имею в виду с Украиной, я тоже против этого, и Трамп против этого, я нигде не слышал, что Трамп сказал, что нет, только вот так и все. Когда даже говорят за территорией, типа Украина там должна согласиться с потерей территории, но он же, наверное, имеет в виду Крым, он же не имеет в виду всю территорию, даже вот, которая купила на там. Потому что Крым, ну, насколько я понимаю, пока будет Путин, это ядерное оружие. Он войдет до самой крайней меры. Вот Крым он никогда не уступил, это точно. Ой, извините. Это у меня тут серьезная охрана. Домашнее животное, да. Еще не серьезное, еще маленькое, но есть такое. Смотрите, еще хотел завершить, вот мы с Марьяной и начали, и не разобрались до конца. Вы так скептически все время к Марьяне без угла относитесь, да? Потому что она для меня, для меня она сумасшедшая, ну реально. Вот я ее считаю сумасшедшей, вот ей надо лечиться все. Ей не место в политике вообще, она сумасшедшая, в смысле у нее легкая степень шизофрении. На мой собственный взгляд, я не врач, но мне так кажется, имею право вот так вот сказать. Она нормальный человек, хороший, все там, но ничего хорошего она не делает, потому что она вреда. И делать она не потому, что она злая, не потому, что она работает на РФ, дискредитирует армию, как все говорят, ее вообще, мне кажется, незаслуженно миротворец посадили. Она просто такая. Случайно человека забрали, и вот она рефлексует на все события в такой способ. Легкая стадия шизофрении. И когда все СМИ обсуждают, это меня вообще-то бесит, честно говоря. Ну, не бесит, извините, плохое слово, возмущаюсь. Сколько раз обещал себе слово беса не говорить? Сколько она была в оборонном комитете. Так она сейчас там. Да. Оттуда ее, кстати, метло не выгонишь, мне кажется. Ну вот она сейчас вышла из фракции, как написали. Ну она же выходила из фракции, помните? Не, она из партии вроде бы как выходила. Нет, она писала, по-моему, заявление на выход из фартии. Она давно вышла из фракции, но что-то там не оглашали, не собирали фракции, не собирались. Подпись, я так понял, заблокировали с офиса, не дали команду. Вот. И где-то через полтора месяца она написала там в фейсбуке или где-то у себя. Ну я не подписан на нее вообще, где-то я увидел, что она смирилась. Нет, я остаюсь, ладно, все противоречия сняты, все хорошо. А тут бамс. Ну я так понимаю, триггером послужило то, что Венеславский подал заявление в ДБР на нее, что она вроде бы как информацию, которая была на комитете в закрытом режиме, озвучила публично. То есть раскрыла государственный тайм. Ну а это серьезное преступление. Вот из-за этого она написала... Ну насколько я знаю, я не очень там общаюсь с сотрудниками СБУ, да, там у нас конкурирующие там структуры чуть-чуть. Ну и вообще там методы и мне их не нравится просто. Поэтому я не очень люблю эту службу. Мне кажется, они не своим делом занимаются там бизнес, чехос, еще что-то. Ну на том уровне, который я там я Малюках хорошо знаю, там главу СБУ. Ну не любят Марьяна в СБУ. Из-за того, что она как бы вносит дисбаланс законодательства о спецслужбах. Она постоянно что-то там какие-то инновации достаточно нелогичные вносит. Вы считаете, она самостоятельный игрок? Да, она сумасшедшая самостоятельная игрок. Просто она, это ее игра сумасшедшая и кому-то, кого-то устраивало в определенное время. Да? Это 100% вот она такая, как она есть. Просто люди же не знают ее лично. Я же ее лично знаю, с ней в одной фракции был. Более мы так недалеко до друга сидели, а там на меня несколько раз бросалось со словами, когда тебя уже не будет в парламенте там? Когда ты отсюда, там, я говорю, Марьян, ты раньше меня точно идешь в парламент, это я тебе обещаю. И больше не зайдешь никогда сюда. А у вас там хороший коллектив. Потому что сумасшедшим нечего делать в парламенте. У нас не одна она сумасшедшая в парламенте. Я не хочу там назвать фамилии, рекламировать их, но я еще могу там четыре фамилии точно назвать таких, подобных. Да, есть даже один алкоголик, два алкоголика, прям такие конкретные. То есть, алкоголик, прям алкоголик? Прям, да, одного даже поймали на сидание пьяным, там, ЕС, там, Ирина Гераченко скандал устроила, она-то еще до войны была. Ирина Гераченко устроила скандал, потому что кто-то пьяный? Да. Вы слушайте, захотите, я вам видео принятие бюджета в 18-19 год сброшу, как фракция Порошенко за колонной бухала водку всю, всю эту историю избирает. Василий, смотрите, секундочку. Пьют люди по-разному, есть умеренные, есть просто употребляют нормально для настроения, а мы говорим о людях, которые запойные, которые больные алкоголизму. Такие парламенты есть. Наркоманов я не знаю, не буду говорить, я ни нарколог, не определю, там, есть ли они, но алкоголики точно я знаю, кто у нас есть, потому что там фан такой стоит, и такие вид, когда они приходят в зал, ну, это просто. Да, и одного раскрыли прямо вот пьяным на заседании, это было, мы можете порыться, я просто не хочу назвать фамилией, было такое, дам подсказку, у него фамилия начинается тоже на букву, как и у меня, первая буква у нас, Наша, фамилия называется. И он, какой-то, еще запрещено. И он, кстати, был когда-то журналистом на Коломойского канале, вы, наверное, его знаете даже. Уф, ладно. Но это не Дубинский. Но, да. У него, на Де просто фамилия, не Наша. Не, может, у него есть подпольный этот паспорт, есть у него израильский, он там какой-нибудь Шамон, не знаю, может быть, я не удивлюсь. Не знаю. Дубинский у нас Сэмон какой-нибудь. Не знаю. Или Шарман. Слушайте, налог на сахар. О, да. Очень интересная тема. Господин Гетманцев прямо опубликовал по этому поводу публикацию про налог на сахар, что газировочка, всякие ароматизаторы и все, это может подорожать. Значит, подорожает, я так понял, что в любом случае будет легкий переходной период, но знаете, что меня смутило сначала, я там еще глубоко не разбирался, когда законодатель пишет, что данная инициатива направлена на то, чтобы снизить потребление сахара и сберечь здоровье людей, точно херня. Ну, сто процентов херня. Ну, все. Это как с сигаретами, с повышением акциза, мы боремся за что-то. Ну, это уже даже не подходи. Там глубже покопаться, явно что-то есть. Но в самолеты тоже падают. Давайте запретим самолеты. Но они же падают. Машины, люди разбиваются. Вообще смертельная опасность несет. Это шизофрения, когда такое пишут. На самом деле, Данила Гетманцев показывает, я так понимаю, руководство страны, что вот он эффективный менеджер, с точки зрения собирания налогов, и он ходит, думает, ну, что же еще, где же еще плохо же так лежит, чтобы собрать. А еще, я вам маленькую такую наводочку дам, а кто у нас из производителей самый большой потребитель сахара в своей продукции? Украина. Вы сейчас, ну, смотрите, если мы говорили про газировку, я могу сказать, а... за причем газировка, речь идет на налог на сахар. Вы не про Петра Алексеевича, сейчас он. а там еще сахар до сих пор? Ну, а что там? Заменители уже какие-нибудь. А нет, там и столько количества незаменителей не произведете. Там основной продукт это сахар. Сахар, с точки зрения здоровья, конечно, является для человечества зло, во-первых, это наркотик, в каком-то смысле, потому что получая человеку удовольствие от потребления сладкого, вырабатываются у него эндорфины, хорошее настроение поднимается. В жизни так мало удовольствия. Составьте хоть сахар. Я понимаю, это вот именно так. Но если мы уже говорили с точки зрения вреда сахара, сахар действительно вреден. Когда люди еще не изобрели сахар, а сахар потребляли в виде фруктозы и глюкозы, ну там, через фрукты, мед там, были гораздо худее и здоровее. Это правда. Изобретение сахара, кристаллизация, физическое выделение, концентрация, это, конечно, не очень хорошо, но это не означает, что налог на сахар нужно аргументировать бредом таким. Писать, что это вот здоровью мешает, давайте налоги поднимем. Это просто опять у людей из карманов вытянуть из продуктов питания, потому что сахар покупают все, сладкие продукты покупают все. Ведь, на первую очередь, я насколько понял, законопроект направлен на неупотребление сахара людьми в магазине, когда купят сахар. Как я вот люблю варенье варить. Вы смотрите, как я варенье варю? Да, видел, видел. Будет еще следующее. Я варю варенье сам дома. Варенье народного депутата. Вы с Николой Отеченко пообещали баночку варенья привезти. Привезли? Я по поводу Николая Отеченко скажу. Во-первых, я всегда отношусь, я такой человек сострадающий, сопереживающий, я его ни одного не видел. Более того, удалили все его телефоны, не знаю, как ему даже набрать, позвонить. Поэтому я решил через телеграм-канал может где-то увидит, найдется. Вы искренне ему банков варенье? Да, это был не стёб. Нет, это был не стёб. Я реально, человек переживаю, человек пропал. Но нет, в парламенте, он же по домашнему аресту. Слушайте, от тюрьмы и тюрьмы не зарекаться. Можно по-разному к нему относиться, но когда человек уже попал в такую ситуацию, а я считаю, что непропорциональное действие были, неадекватно профессионально к ее содеянному, я не вижу там состава преступления вообще как юрист, я вижу там состав преступления хулиганства мелкое. Им надо было дать 15 уток из прав работ, чтобы он пострикал машинкой и травку и отпустить, а не под домашний арест закрывать его. Ну, это вопрос как бы, он там, конечно, превысил, всё, да, они прав, абсолютно, я уже говорил, но мы должны действовать по закону. А когда закон у нас, знаете, как дышло одному одно, другому ничего, то это как-то несправедливо и незаконно, это неправда. Вот, а поэтому по поводу варенья, применение сахара в качестве сырья для юридических лиц и физических предпринимателей, вот будет налогообложение, то есть облакать будут бизнес, это, в этом идет речь, 10 гривен на 25 грамм, это сколько ж на килограмм сахара тогда, понимаете, ну, я не знаю. Слушайте, хотите я прочитаю, как оно подано у господина Гетман, вот здесь как раз и норма есть. Это же еще как бы будет там правиться, ну, давайте, хотя я привык читать только уже законно принятые, а законопроект они же меняются в раз. Законопроектом номер 9032-1 предлагается, дальше в авторском, віднести до педакцизных товаров воды, включаючи минеральні та газованість, доданням сукру чи інших підслуживальних або ароматичных речовин, речовини смотрите. Нет, ароматизатор содержит сахар, это незаменитель. Смотрите. Сахарозамитель это стевия. Как пример, одна из, да, виднести к педакцизным, минеральные воды и газированные напитки с добавлением сахара или остальных подсластителей или ароматизированных веществ. Или. тогда, значит, будет второе чтение, унесены будут правки и будут облагать сахаром, который в шоколаде, пирожных, мороженых и всех остальных. Попосмотрите. Газировка не закончится. Или в следующий раз там соберут мало, давайте еще на мороженое унесем. Мороженое тоже вредное, сахаром, давайте там на акцизи. Они будут акцизи везде. Это на что направлено? Это лоббистский закон под счет о компанию. Это просто попытка собрать налоги там, где не собирали до этого. В первую очередь это сбор налогов, нехватка денег в бюджете. Просто Данила такой человек, он же я уже характеризовал его много раз. Это реинкарнация Азарова. Абсолютно реинкарнация. Азаров хорошо вспоминался некоторыми как какой-то человек, который уникальные вещи делал в экономике, хотя никаких уникальных вещей по большому счету и не было. Ничего он не делал, во-первых, просто структура экономики была другая, не было войны, не было отторжения территорий. Люди, которые работали на остатках машины, запущенной еще во времена УССР, вот они всегда классно будут выглядеть. Это не заслуга Азарова, это заслуга нашего с вами дедушки и прадедушки. Это заслуга моего прадеда, моего деда. Всех, кто вложил в расцвет УССР, а УССР расцветало с другими республиками, даже европейскими странами. Если мы сравним Словакия, Чехия, Восточная Германия даже, что мы говорим, в той же Италии, Испании в те времена, возьмем 60-е, 70-е годы. В Британии шахтеры не знали, что есть, касками уходили, Маргар Тачин не знал, что они были в 80-е. Забыли. Забастовки, акции, разгоны, поджигания, что только не было, трансбои, водометы. Просто кто младшее поколение этого не помнит. А я помню хорошо, когда в Британии был кризис экономический, то у нас, в Украине, тогдашнего СССР, все было прекрасно. Поэтому говорят, что у нас всегда было плохо, а там всегда на Западе было не так все. Не так. Это все вранье, прикручивание. Не нужно порочить самих же себя и наших предков. Потому что мы же не с луны свалились, Василий. Мы же от наших дедов и родителей. Это так дискуссионно, что у нас было прекрасно в то время, а у них нет? Нет, я не... Это настолько дискуссионно. Секундочку, я не о том говорю. Я говорю о том, что, еще раз говорю, о том, что все в сравнении. Все в сравнении. Просто сейчас, когда говорят, что УССР, ВОК, ничего не было, разные были времена, разные эпохи. Булгаков описывает события 20-х годов про Шариков, Швондеров и большевиков. Да, потом была война, послевоенная, потом Моти, Кручевская, потом Стабильность Брежневская, потом Перестройка Горбачева, потом вообще дурдом этот весь, развал страны и так дальше. И кто-то остался вообще у разбитого корыта и все деньги сгорели на книжке. В разные были времена, но это были мы. Мы, понимаете? А не кто-то там из космоса нами управлял. Я за то, что нужно все-таки историю чтить и своих предков тоже. Они на навешивке ярлыки. А вот у них на Западе всегда был, не всегда на Западе был рай. Не всегда на Западе было хорошо. И депрессия великая была в Северной Штатах страшная. Убийства были, на улицу не должно было ходить. Вы помните этот фильм знаменитый из Декаппио «Банда Нью-Йорка»? Он же поисторично, он же правдивый. Но это же было. Да, но это какие года? Ну какая разница, мы же говорим про исторические периоды. А сейчас у нас хорошо? Супер хорошо. А что будет завтра еще? А что нас ожидает? Ну это мы с вами прогнозируем, Трамп идет, ладно, выкрутимся. Это же потому, что мы позитивисты, мы хотим хорошего для своего народа, для своей страны. А как она будет на самом деле, только Бог знает. Может еще хуже будет. Поэтому, я за то, чтобы было объективное сравнение, я против такие навешивания ярлыков. Вот я про это говорю. Понимаете? В общем, вернемся к налогам. Давайте. Ренкармация Азарова в том смысле, что Азаров не любил предпринимателей как класс. Егип Мансов не любит предпринимателей как класс. Вот у него, он же кто? Он теоретик, преподаватель. Знаете? И государственный чиновник. Вот. Он в бизнесе, я насколько понимаю, в оперативном никогда не участвовал, не создавал его. У меня какая-то там лотерея есть, непонятно откуда. Мамы там какие-то. Его же там ловили, там шорох всяких из этих лагеряных. У них же были там проблемы. Помните передачу? Бивус или кто там? Я не знаю. Но он по своей сути вот такой, ну, деспот, который считает, что душили-душили предпринимателей, душили-душили предпринимателей. Вот душим, а они еще живые. Значит, надо, давайте еще сахар обоем. А завтра что-то еще. Давайте на соль идем. Ну, были же времена в Советском Союзе и в Украине тоже, когда, кстати, вот перегибы такие были. Когда вы, Василий, может не помните, я тоже не помню, но мои родители мне рассказывали. Когда были налоги на окна. С тех пор, кстати, традиции были, вот если мы возьмем дома, построенные, вернее, хатынки, построенные там в начале 20-х столетия Украины, они все с маленькими окошечками. На некоторых стенах вообще окон не было, потому что были когда-то налоги на величину окна. А потом у нас некий такой проукраинский хрущев ввел налоги на свиней, на коров, на курей, на яйца. Да, держишь ты дома что-то это, вот с каждого там, сколько там десяток есть, должен прийти сдать. И люди тогда тайком порезали весь скот и не держали. Вот там как-то было эти два кабанчика, то второй облагался, один нет, держали только по одному кабанчику. Два нельзя было, пожар налогами облагали. Сократили до такой степени домашнее подсобное хозяйство в Украине. Вот это было преступление, кстати, во время, вот это правда. Ну правда, это было недолго. Ну, потом помню, что это дурость, об отменяли это все. Но это уже проходили. И это все будет отменено. Эта дурость, которую сейчас принимают, так же, как при Хрущеве, после Хрущева, будет отменено. Поверь мне, вот и все. Я оцениваю это только с этой точки зрения. Потому что оценить это как-то там экономически, обрунтоватый, треба там. Есть принцип. Чем больше ты собираешься экономики денег, тем больше экономика стагнирует. Она и так у нас уже задушена. А ее собираются еще дальше. Поэтому один день, знаете, простоять до завтра, там хоть трава не росте. Ну, вот это такой принцип. Сейчас пойдем в другую замечательную законодательную инициативу по переводу времени. Единственное, что я тут быстренько пробежался. Вы банда Нью-Йорка вспомнили, как тяжелое время, которое было в Соединенных Штатах. Так вот, там события 1846 года. У нас в это время вообще крепостное право было. Ну, не везде. Ну, когда его отменили? 1861? 1861. 1861. Отменил его Александр Второй. Вот, поэтому, когда там было плохо, у нас было вообще. Не буду говорить. Слушайте, перевод часов. Максимально странная инициатива. Я просто, можно я добавлю? Да. Последний автобус для черных и белых в каком году отменили в Соединенных Штатах? В Николе Штатах очень поздно. Это вам прокрепостное право просто. добавку. Нет, я же не говорю, что этот... Везде, везде там хорошо, где нас нет, Поэтому, давайте, не будем. Это 840 год было, а у нас до 1841 года было. А у них до 1964 года в Вашингтон ездили, уточните, там могу ошибиться туда-сюда 5 лет. Автобусы для черных были, театры были, куда черным было запрещено входить. Кафе, бары, рестораны и так далее. Это 100%. Полностью с этим согласен. И очень поздно. Василий, а сколько сейчас еще колоний в европейских некоторых странах, таких как во Франции, в Британии, где люди вообще не свободны? Сколько таких колоний? Вот почему... А назовите колонию, где люди вообще не свободны? 5-6 стран могу вам рассказать, где люди очень ограничены. Пуэрто-Рико, по-моему, где-то там. Ну, это американская территория. Нет, значит, я ошибаюсь. Сейчас я точно могу назвать вам. Сейчас, секунду. Мне просто нужно время для этого. Я могу назвать 5-6 стран, я специально себе где-то подмечал, они такие неизвестные, островные страны, маленькие. Это небольшие страны, не очень известные, но они есть. В том, что, ну, естественно, что страна, которая подчиняет себе ту или иную территорию, она оттуда черпает ресурсы, за бесцену и так далее. Это потребительский подход. Но граждане этих островных территорий вряд ли были бы шайками. Мелани на выборах объявляла Макрону о том, что французская колония в Африке, которая добывает какие-то ископаемые полезные, которым колонизируется вообще детский труд и который вообще практически не оплачивается. Они только дают на хлеб, им хватает только поесть. Это вот, это было, это Мелани заявляла, Франция объявляла. У Франции много колоний таких осталось. И, кстати, почему люди, которые выращивают кофе, какао, получают хороши и живут в бедности? Вы никогда не задумывались? А у нас это сколько стоит? Потому что разница. Почему все бренды кофе, немецкие, французские, итальянские, они что, кофе растет? Никогда не задумывались об этом? Вот задумайтесь. Просто задумайтесь. Сейчас я сейчас попробую найти тут вот. Точно где-то у меня тут было. Ну, вы можете, можете сейчас что-то там прорекламировать пока, а я попробую. Легко. Давайте пока мы ищем, ребята, вы поставите обязательно лайк нашему видео. У нас еще тут темка очень интересная есть. Потому что время мы теперь не будем переводить, скорее всего. Ну, по времени, мне кажется, мы сейчас просто затратим времени. Все, давайте, пускай напишите. А вы в комментариях оставь. Хорошо, вы под видео, потом я вам скину, какие страны. Договорились. Под видео. Договорились. Давайте по поводу привода времени. Во-первых, ну, вы же знаете, да, я член экономического комитета. Экономический комитет по просьбе главы парламента Стефанчука, это его идея, он ее носил давно, о том, чтобы оставить только зимнее вредное в Украине. Носился давно, она уже несколько раз была отклонена, эта идея, но в этот раз как-то додавили. На нам в комитете были пророке, и притом мы критически относились и рассказывали, два человека, это я и Таруто, с Бахтевщиной, депутат. Вот мы вдвоем говорили, что это, во-первых, люди привыкли, зачем это нужно, и аргумент был главный такой, на который вообще никто не обратил внимания. Мы сразу сказали, что давайте попробуем практически представить, как это будет работать. Вот на сегодняшний день в Донецке рассвет наступает в 4.48 утра. Вот на сегодняшний день. Донецк же это Украина, или кто-то сомневается, или кто-то против этого. Ну, кто-то, вряд ли кто-то против. Ну, вот, там, депутатов, там, и так дальше. Донецк, это Украина. Вот в Донецке в 4.48 рассвет. В Ужгороде, западной части нашей страны, рассвет наступает в 5 часов 48 утра. На целый час разница у нас. Вот реально, можете перепроверить. Я просто к эфиру готовился, специально, знаю, что каждый день там минутки меняются, я вот на сегодняшний день посмотрел. Так вот, если мы, ну, как по закону, да, уже будет, мы перейдем осенью этой на зимнее время. То есть, мы стрелки часов куда-то двинем. Назад. 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 И следующую весну мы переводить на летнее не будем, оставим как есть. Дойдем до июля, рассвет в Донецке будет начинаться во сколько? в 3 часа 48 минут. Вы себе представляете, да, вот у вас ночи нету. Масса 348, у вас рассвет. А в Ужгороде рассвет будет 4,48, как в Донецке сейчас. И поэтому многие комментируют и говорят, слушайте, вы что, ну, нас забыли, вы уже типа нас отрезали, как бы, это касается, как бы, всех этого столько. То есть, хуже сделали на самом деле именно восточной части Украины. Для западной части Украины в принципе ничего плохого не произошло, даже там, ну, нормально для них. Больше того, был аргумент у Тарута, вот он на этом настаивал, я его поддерживал здесь. Мы таким образом делаем разницу во времени с Европой на 2 часа. Центральная Европа. Я там не говорю за Британию. Которая с нами в одном часовом поясе практически находится. А это будет влиять, во-первых, на стыковку рейсов, там, когда кто-то куда-то летит, понимаете, неудобства вот эти. На работу предприятий, которые работают синхронизировано с Европой. И больше того, мы же там собрались в Европейский Союз вступать. А время себе оставили, так как в России и Беларусь. Мы третья страна, которая здесь. Весь мир переводит стрелки часов, кроме России, Беларусь, теперь Украины. Есть некоторые страны, где, кажется, не переводятся. Меня другое. Смотрите, негативные аспекты, которые вы сейчас проговорили, в целом, ну, они имеют логику. Мне интересно, какая мотивация людей сейчас подать? А я вам объясню. А какая была мотивация правовую допомогу переименовать в правнычу допомогу? Вы же, наверное, просто не знаете это, да? Нет, не знаю этого. У нас же правныча допомога, не права. Ну, да, адвокатская там. Просто Стефан Джук когда-то написал диссертацию себе, где он там указал, что вот правильно говорить правныча, а не права. И теперь это законодательное, ну, его диссертация закреплена в законе. А теперь он будет студентом после своей отставки, я говорю, рассказывать, как он остановил изменение времени. И вот во Львове стало лучше жить, комфортнее. Во Львове действительно будет жить комфортнее с точки зрения перевода часов. А в Донецке будет не очень, или в Запорожье. Вот и все. Вот что я хотел сказать. И больше того, вы не забывайте, что теория, которая там врачи... А может разные часовые пояса сделать? Ну, уж ради, кто бывал, там всегда было два времени. Местные там, они по Венгрии, по Словакии меряются. Она всегда у них есть и киевская, как бы так. Я считаю, что не надо было вообще ничего менять. Во-первых, лучше, чем стабильность, ничего не бывает. Люди привыкались. Здесь такая привычка. Второе, ну, а что вы такие самые умные? Почему Европейский Союз не принял такого закона? США нет, а мы самые умные, Украина. Ну, вот все. Вот чистая логика. Для чего? У нас что, проблем больше нет? Давайте, вот, ну, поменяй. Ну, хорошо, я говорю, поживем, увидим. Поживем. Все на практике. Я, кстати, скажу, когда я был в Беларуси, у них тоже самое, у них это время оставлено, только, по-моему, у них летнее оставлено. У них встаешь утром в 9 часов темно. У них, по-моему, летнее время оставлено. Темно. И это так, так неприятно, это так. И тоже разница с Украины 2 часа тогда получалась. Тогда. А теперь у нас будет час в Беларуси времени разница зимой. Да? Не летом, летом. Вот у нас час разницы. Было 2. Ну, вот, как-то вот, не тут в ту степь мы фишем. Кстати, многие подкалывали в комитете, что говорили, мы переходим на российское время. Ну, такой троллинг был. Слушайте, я вам могу прочитать, кстати, кто не переводит время. Ну, я думаю, что это, Василий, это не столь важно. Ну, давай. Ну, не такие прям здесь и дикие страны есть. Ну, отдельно они находятся, на экватор где-нибудь, да? Ну, из Африки, это Намибия, Тунис, Египет, например, из Европы, правда, лишь Белоруссия и Россия и Исландия не переводят в стрелку. А Исландия? Ну, а странного старства, там немножко другое, другая ситуация. Ну, не она маленькая, но что-то в Исландии. Да. А в Азии это Афганистан, Индия, Сингапур, Филиппины, Китай и Япония. Ну, как бы... Ну, мы вот догоняем, ну, если понял, ну, мы догоняем Индию, Китай, Сингапур. Ну, только я чуть не понимаю, наши саросята куда идут? В Европейский Союз или в Китайский Союз? Ну, вот... Они в БРИКС готовятся. Это точно, Василий, я понял. Мы с вами их разоблачили. Саросята ведут нас в БРИКС. Да? Или в ШОС. Шатхайский. Начните этой фразой выступления в Верховной Раде. А сегодня, кстати, меня, что, кстати, очень возмутило, когда принимали законопроект. Я, чтобы не портить статистику группы, просто... Я говорю, я не буду отставать. Я бы против. Я спросил, я говорю, как... Так, как бы, ну, попросили, там, надо, я говорю, слушай, ну, как хотите, ладно. Я точно не буду, что я на Кабиде жестко там... Ну, чтобы статистику не портить, вообще, голоса просто не буду. Вот так съелось. Я говорю, потом пожалеете. Ну, меня говорят, коллеги, ну, ладно, потом эти уйдут, со себя, поменяем обратно, вернем, как было назад. Давайте так. Эти уйдут, потом перенегут. Или хорошо. А после того, как Татьяна Черновог написала вот тот жесткий пост, что депутаты хуже москалей, и чтобы вы там проклятые, потому что он находится на востоке, и она понимает, о чем идет речь, как там жарко, ну, то есть, как-то неудобно. Больше того, там же есть норма в этом законопроекте, вообще сумасшедшая, что каждое предприятие может устанавливать в себе свой отдельный... График работы? График работы. В разных регионах. У нас будет такой диспланс экономики. Одни будут спать, другие уже ушли с работы. Ну, люди же не понимают ничего в экономике, они вот такие чип-чип-чип-ку принимают. Ну, ладно. Про электронергию вообще молчу. Там реально с электроэнергией проблема. Мы же не забыли, что экономия электроэнергии страшная. Вот 3 часов в Советском Союзе это была экономия электроэнергии. И в размерах этой огромной страны это большое влияние имело. Ну, то такое. Сегодня Разумков и Гончаренко про это говорили на трибуне. Они так возбудились только сегодня, когда увидели, что народ стал недовольный. Ну, и под видом этого популизма, давай сегодня. И там вот Гончаренко с Разумковым просто разрывали трибуны, записывали себе, какие-нибудь борцы против периода часов, потому что Тарничевновол подняла эту тему. Одесса, вы были, когда принимали. Чего же вы молчали? Вообще ни число не было. Вот это называется в негативном понимании популизм. Кстати, когда вы сказали про Джеймса Венса, что он за экономический популизм, то в Соединенных Штатах популизм имеет позитивное значение слова. Это у нас оно негативное в Украине. Оно испорчено у нас. Поэтому не нужно путать. То есть, когда говорит американец, популизм экономический, это одно значение имеет. А в Украине это означает, что пустозвон, то есть поговорили-поговорили, а на самом деле все будет еще хуже. В принципе, так и есть. Я понял. Евгений, вам большое спасибо за уделенное время, за ваши ответы. Я надеюсь, что нашей аудитории это точно понравилось. Напомню, что, ребят, весь разговор с Евгением Шевченко вы сейчас оцените лайками, комментариями. И дизлайками тоже. И если вдруг есть такое желание, кто же вас остановит? У нас свободная страна. В этом плане. Условно свободная страна. Судя по тому, как блогеров поставили на миротворец, но у нас условно свободная. Будет свободная, обещаю. Будет свободная точно. В конце каждого выпуска просто можно добавлять, что мы за все хорошее и критически осуждаем все плохое. Вот. На всякий случай. Если кто-то скажет, что мы хорошие осудили, или наоборот. Евгений, вам спасибо большое. Друзья мои, вам тоже. Канал Евгения в Телеграме будет в описании. Переходите, подписывайтесь. И там есть реквизиты. Кто захочет, поддерживайте. И наш канал выходим благодаря вашей поддержке. Спасибо. Берегите себя. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok